все друзья мы подъезжаем к эко технопарку сейчас будет демонстрация мы с вами тоже я тоже довольно таки давно здесь не был сейчас заливают бетон сейчас много что с вами увидим при реально ручья здесь был я здесь был сейчас скажу в начале в начале июня ну когда прилетали это с инвесторами так вот так виктор тут дает распоряжение натуре дальше он там впереди так это охрана это вот мы а вы садите мне здесь а я это самое так снимаю что чтобы это чтобы уже пошел все друзья я из машины вышел вот давайте давайте туда да вот наше ограждение интеллектуальное вот территория эко технопарка идет стройка заливает бетон все друзья сейчас мы с вами будем все как раз смотреть видеть обязательно так было видно обязательно посетим наша с алексеем яблоню вот на которой уже созрели яблоки на трудов сказал что я тогда на вебинаре говорил что когда были в июне там было 9 завязей яблок ладно она только даже сказал что он сорвал и съел уже шесть штук потому что деревца еще маленькая из того чтобы его не сломали плоды пришлось убрать внутри горит меня ждет одно я обязательно съем сам одно передам алексею вот заодно посмотрим все сейчас давайте приключу вот идет уже строительство завершающие топор тут уже сейчас потом будет очень массовый монтаж уже путевой структуры это все будет быстро вот это у нас друзья капсула времени здесь заложено спрятано вот там у нас нулевой километр все антальдар начал завещать так что я подхожу включайте смотрите уже непосредственно презентацию из первых рук первых рук все ханатур дарыч сейчас я переделась форму скайвэя к сложенную я рекомендую работу да здесь жарко сегодня друзья больше 35 градусов с облеском будет видно всех сразу видно кто напротив я поменялся ну так будет так так значит была бы попроще здесь пересадок не видно потому что на стороне а а на третьем этаже там будет под открытым там будет под открытым там будет закрытым здесь будет закрыто все да сейчас красную и тут будет пересадка вообще это логических узел где можно пересечь с одной транспортной линии на другой поехать дальше функцию допустим дубайского раппорта так у них одинаково производилась до 60 миллионов пассажиров в город подписать до размера нашей станции и дубайский раппорт бывали там? нет километры идешь и думаешь ёпки когда начнешься если не надо было и это ну две цепи и это а один такой вот миллион километр можно посмотреть а здесь история это моя тоже моя идея это история транспорта вообще идея это тоже видите это карта Беларуси вот 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 и вот дорог тут белезницы сзади грущатки асфальт грильки и здесь идёт шаг оно рейтирно по словам света сильно вдевались и вот на на деревья вот так давайте друзья мы тоже потрим обязательно вы пот� и и так вот и посад так так продажи и это и Водка наверху, эти депутаты. Продолжение следует... Приходят новичков. Я специально не влезаю сейчас в комментарии, пока говорит Юницкий. Поэтому у меня просьба, друзья, те, кто уже из наших активистов и кто сейчас заходят новички, вы скидывайте ссылки, комментируйте, чтобы так поактивнее, друзья. Давайте, что кто уже в нашей структуре, в системе, чтобы вы помогали тем новичкам, которые сейчас только заходят, чтобы я не отвлекался. Вот. И пишите, сдавайте ссылки на уже бывшие репортажи, ссылки на сайты. То есть давайте так, поактивнее, что как только увидели, что человек, новичок, попал на трансляцию, на нашу, задает что вопрос, сразу комментируйте, показывайте, сделайте. А я, конечно, буду максимально стараться показать именно сейчас из первых уст, как Юницкий сам это комментирует, потому что, друзья, это, конечно, дорогого стоит. Такого не всегда увидишь и не всегда услышишь. Поэтому давайте активно вместе, вместе работать. Так, друзья, строительная техника ходит, видите, тут работа заливается, льется. Они то ли на крайнюю едут, на ту, в крайнюю, или здесь, я точно не знаю. То есть работа идет, все кипит, все, так сказать. Если бы телескоп мог передавать запахи, вы не представляете, как здесь вкусно пахнет. Я сейчас, просто вот даже, не секундочку, меня, знаете, бывает, что запахи возвращают иногда в какие-то моменты времени, прям в детстве немножко вернуло, потому что такой сладковатый запах луга, это только, мне кажется, можно вспомнить что-то из детства, какие-то с момента, просто прекрасно. Да-да-да, так что замечательно. Так, все, это комментарий Виктора Бабурина. Сейчас у нас 6-7 километров, это расчеты скорости 500 километров в час, а потом затронулируем. И потом, это тоже, у нас затронулируем достаточно много денег, то есть, снизу до седей, мы увеличили, а обычный качество, даже саппи, вот, американцы. Давайте сделаем саппи, мы, как бы, говорим, здесь не до космоса, 2 миллиарда долларов. НАСА выделило 2 миллиарда долларов, ну, вы знаете, вот мы тут немножко промахнули сетку, ну, знаете, еще 5 миллиардов, а потом еще, знаете, еще 10 миллиардов, выставьте 20 миллиардов. А мы все так поступаем, а мы наоборот. Снижаем, стоим, мы находим варианты, как мы снижаем. Права тоже на ней посажены. Иди-ка сюда, где-то, 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 а будет 2 миллиарда. Ну, что там за работа ведать все? Да, там мы устроим, как бы, небольшой офис и дом приемов, где у нас будут высокие гости, президенты стран, министры, шейхи, и прочее. Ну, писать, что гости идет, или там ураган какой-то, ну, что. Мы должны взять и фамиру, провести проговоры, писать и фамиру. Мы тоже планируем его строительство, причем будет, как говорится, чистый, из дерева, и наверху тоже будет кусочек сада. То есть мы везде, почва, как говорится, наверху, даже дом деревянный, но ты, что будет эксплуатировано, и там тоже будет газон, чудеса. Рыбалка же этих не было, мы взяли в городок, откуда, и взяли водоем, взяли рыбу. И там 450 тарков. Акционерам говорю, я за рыбу, за свои деньги. Это не деньги акционеров, это мои личные деньги, я говорю. Правильно. Поэтому, когда на рыбалку, это приглашает личная рыба, Анатолий Дарович, да? Да, это личная рыба. А водоем нужен был, потому что прожарный водоем был. Из него нельзя. Поэтому, на самом деле, даже здесь. Мы водоем сделали, но водоем не привыкли его к рыбе. Где будет лебедя, где высыплала там. Перепил. А мед уже качали с пасеки, Анатолий Дович? Уже мед. Да, вкусный. Тут даже скайвейский мед, друзья, есть свой. Так что... Мы тогда, чтобы машина за нами ехнет, чтобы мы туда не шли, доедем туда. Потому что просто расслабляет свою... Не, так мы можем сюда сейчас зайти, а потом проехать. Либо на обратном пути. Как лучше сделать? Я думаю, что мы дойдем, посмотрим, вернемся на дорогу, сядем в машину и поедем сюда. Ну, давайте пройдем здесь, не только сюда. Посмотрим сады. Ты же помнил свое дерево. Да. Помните, где сидит? Конечно, конечно. Я уже сказал, Анатолий Леонидович, то, что вы... Я считал, когда в июне было 9 завязей на дереве. Вот, вы сказали, что... Да, 3 это самое. Ну, нет, возможно, дерево сбрасывают, оно может быть и... Потому что оно только посаживаемое, но слабо коневать все. Я сказал, Володя, пускай будет только туда подбежать, что в комиссии. Нет, так и сюда. Туда, сюда. Ну, да. Сюда, мы сюда выйдем и поедем. Ну. Вот сюда. Хорошо. А сюда. Вот, видите, здесь, друзья, это сарма идет. Да, сток воды, пруды. Здесь не было болот. Вот пруды, в которых рыба. Там, блин, это не грязь. Рыба себя комфортно чувствует. Ну, глядя, разысказываетесь, почти 500 корот. Вот. 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 Я один, наверное, это. Тише, глядь. Я не чувствую тебя, как выходит. Да. Вот это та вода, которая не наносит. Ага. 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 Так, приветствую. Да. Да. Тогда вот так вот. Ну, здесь помню, где-то будет порядка на 100 квадратных метров. Где можно приговоры провести. Так, а это вот уже трасса, вот эту мы фотографировались в июне еще, когда приезжали с инвесторами, да? То есть это еще лежало, а сейчас уже... Да. Там будут две опоры по образу и остальные. Спасибо. Денис, а давай мы сейчас... Мы возле этой опоры с Яковлевичем фотографировались два месяца назад. Вот сейчас просто это надо... Анатолий Владимирович, можно возле этой с вами сфотографироваться с этой опоры? С этой опоры там, она уже тоже есть, фундамент можно посмотреть. Вот, потому что мы с вами фотографировались, она еще только-только начиналась становиться. Вот, чтобы этапы у нас как бы это оставались. Так что, Денис нас фотографирует. Это легкая опора для... Это легкая опора для... Унибайка, да, так... Я не сказал, что она легкая. Почему? Потому что здесь пойдет еще и городской унибайк. То есть, который на 12 человек, да? За 14. За 14 даже человек, да? Поэтому пойдет не 500 килограммовый унибайк, а 3,5 тонны. То есть это, в принципе, полноценная городская система, да? Поэтому мы сделали более мощную, чтобы показать два в одном опять же. То есть, видите, друзья, это... Для унибайка опоры должны быть меньше. То есть еще меньше, да? Конечно. Хотя это уже... Это же фактически как-то осветительный столб телеграфный, да? Да. Это значит для городского, да? Да. И мы показываем на минимальной высоте, даже вот говорят. Ну и как на высоте, как... Так, друзья, горизонтально не могу повернуть. Я пойду просто в движении и не могу держать его горизонтально. Не очень удобно. Я в следующий раз подготовлюсь более этой. Я возьму держалку для... Это как она? Ну, когда сам себя снимаешь. И буду с держалкой. А сейчас пока держать телефон очень неудобно. Поэтому... Так, друзья, извиняюсь. Вылетела у нас трансляция. Вот. Ведем продолжение. Вот. Так что... Что-то слетает интернет иногда. Ну, ну, знаешь, не так. Это сам сейчас завис телефон. Здесь в сентябре прошлого года был еще танковый полигон. Да. Мы же... Когда говорят, там, бурьян, ямы. Когда говорят, что вы так строите два года, десять месяцев строите. Да. Причем небольшим количеством людей. Назовите хоть один мост, который бы построили меньше, чем за год. Длиной километр. Истакада наша, это же мост. Да? На самом деле. Я думаю, это немедленно. Это очень быстро быстро. Показываю сад, друзья. Да. Вот. Все деревья именные наших акционеров. И те, кто прошел сейчас. Сейчас мы пройдем с Антурдарчем. Найдем наше с Алексеем дерево. То есть, вот. Видите, табличка. Инвестор. Людмила Ильиничный марковец. Ну, мы тебе знакомых показали. Да, да, да. Вот пасека. Наш. О, видите, у него два яблока. Да. Да. Это же его ладонь бронзовая. Да, да, да. Это вот. Да, да. Это вот, который... Да, тут пишут, и маек дерево где-то там. Ну, я сейчас, Антурдарч, пошел свое искать. Да. Ну, он нашел бы яблок не зарантировать. Так. Вот, друзья, видите, яблони растут. Так, так. В городе вас формирует? Да, вот Андрей. Андрей Федорович Хавратов. Видите, так сказать, это. Да. Андрей, не обидится, если я яблоко съеду? Да. Как вы думаете, в прямом эфире, если Анатолий Довальевич съест яблоко с дерева Андрея Хавратова, можно? Вот. Так что, да. Вот Дима счастливый. Видите? Его дерево показываю. Яблоко. Одно пока вижу. Так. Валентина. Так, где-то, где-то. О, Анатолий Довальевич нашел. Инвесторы. Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков. Видите, друзья, это наше дерево. Два яблока, как Анатолий обещал есть. Вот одно. Вот второе. Так что... Венис, а сможешь сфотографировать нас, Анатолий Довальевич? Анатолий Довальевич, возле нашего дерева с яблоками. Все, Денис, спасибо. У меня теперь с этим деревом сфотографированы все. Видите? Вот. Юрий Гречко. Тоже наш инвестор. Николай Самодуров. То есть всех уже практически знаем. Ну, теперь, видите, отчет у меня полностью есть, что мы с Алексеем в прошлом году посадили это дерево. Вот еще раз. Алексей Суходоев. Видите? И яблоки, честно, есть. Вот. Наверное, два яблока. Вот одно сорву я, а второе потом съест. Вот. Это яблоко с моего дерева. А второе съест уже Алексей Суходоев. Так что, видите, все, друзья, в прямом эфире. Вот мы в октябре в прошлом году сажали эти дети. И здесь четыре с половиной тысячи деревьев сейчас есть. И за право, это именно тем инвесторам, которые выносили определенную сумму инвестиций, вот право такое сразу же посадить дерево. Вот. Так что здесь все обустраивается, делается, работы идут. Так, в соседнем ряду. Ирегина и Татьяна, давайте сейчас на обратном пути посмотрим. Вот тоже эти работы идут. Вот. А это что, Антоня? Это еще анкерно-творо грузовой. Это уже грузовой анкерной, да? Да, уже делает под фундамент. Угу, угу. Это смородина уже пошла, да? Ну, эко-технопарк, в эко-технопарке все должно быть. Уже у меня скорожай сняли, потому что редиски, это уже не скорожай, хотя только майя надо сделать. Да. Вот, а это еще и под производство гумуса все идет, да? Да, эксперимент. Вот, все-таки кустистое. Это не слишком производная почва. Тут надо прореживать иногда. Очень вкусная, сладкая мокрота. Лук уже согрел. Быстрее, чем обычно. Скоро уже видел. О, огурцы пошли. Ну, огурцы уже ведер 10 создали. Огощаем. Видите, друзья? Анатолий Владимирович меня угостил огурцом. Огурец съем сейчас обязательно с удовольствием. Огурец. Огощаем кустистое. Огощаем кустистое. Пять территорий Великобритании, эти земли надо возвращать и культивировать, но у них должна быть почва, причем правильная почва, для которой будут расти правильные растения, с правильного качества, экологически чистые продукты питания. Вот мы здесь отрабатываем эту почву, это пока еще эксперименты, тут еще по большому счету почвы нет, мы готовим эту почву, пошагово. Где будет гумус, гумус как черноземник, и в эту почву можно палку воткнуть и вырастет дерево. И мы хотим показать, что рядом с нашими дорогами можно выращивать большие урожаи и экологически чистые продукты. И вот для этого мы делаем это, мы не просто железом занимаемся, не просто бетоном, и дороги просто сами по себе не нужны. Зачем нужны дороги, которые убивают полтора миллиона человек, как автомобиль дороги сегодня, в год полтора миллиона, в год делают 15 миллионов инвалидов. Мы хотим показать, что мы другие дороги строим. Мы приходим в страну, где пустыня, строим дороги и садим сад в сад. И для них это важнее, и мы даже вот сад важнее, чем дороги. Мы должны это естественно отработать. Тем более, это не требует больших средств. По большому счету, сельхоз и эко часть, и весь акционер не переживает, что мы их деньги потратим. Да, я думаю, что никто на этот предмет... Антон Иванович, а еще вчера был разговор, вы говорили, что вы еще как фермер еще оформляете землю. Я думаю, это не какой-то же секрет, да? Можете сказать это для... То есть вот туда дальше, вот здесь территория экотехнопарка будет расширена еще до... Да, я думаю, что там как раз почву сделать. До 150 гектар, да? Да, не разружаю никого. Как фермер я сделаю. Да, то есть, видите, Антон Иванович получает землю именно уже как фермер, и экотехнопарк будет именно во всех направлениях расширен еще до 150 гектар. Ну, вместе с этим будет где-то 180 гектар. 180 гектар. То есть это, видите, тоже как новость, которую еще никто, наверное, не слышал о том, что экотехнопарк с сегодняшних 38 гектар, да? 36 гектар будет уже к следующему году, да, пока оформление закончится, будет расширен до 180 гектар. И здесь будет вестись весь комплекс технологий, связанных и с био, и с производством гумаса. Помните, помидоры с детства? Да. Попробуйте. Ну-ка. Очень вкусно. Да, друзья, действительно, другого уровня. Вот. И, друзья, вот еще раз, для тех, кто сейчас новички только вошел, друзья, кто уже это скидываете сейчас, вопрос в том, что я снимаю и не могу одной рукой писать, что происходит, как происходит. Поэтому пишите, делайте комментарии именно с точки зрения, что, как происходит, а я в конце уже просто поясню, что и как. То есть я думаю, что для тех, кто знает, о чем идет речь, очень важная сейчас информация, важная вещь. А для тех, кто не знает, просто наберитесь терпения, посмотрите, и все будет очень... Вот я даже не нырю ее. Но я знаю, что я не заболею. Это здоровая еда, здоровая земля. Но здесь нет химии вообще. И, Анатолий Владимирович, еще раз по почве. Так как речь идет о том, что почвой будет нагружаться крыша опор, то есть это не просто какая-то там, а это совмещение сразу нескольких технологий. Несколько функций, потому что можно бетоном пригрузить. Для того, чтобы опора, на которой действует, на все 10 метров, 1000 тонн гражданного усилия не поехало, ее масса должна быть, ну, не менее 2000 тонн. Немально эти 2000 тонн, это 800 кубов бетона. Жизбетона, потому что это все должно быть армировано, а не просто бетон, да? Закладными деталями там и так далее. А можно, допустим, 1000 тонн гражданного усилия бетона и 1000 тонн почвы. Почвы, да? На почву мы садим сад. Значит, мы не уничтожаем своей дорогой землю. Мы, наоборот, ее приумножаем, потому что мы почву берем из-под опоры, обращаем гумусом, то есть она становится более плодородной. И перемещаем наверх, и там садим сад. Поэтому нам почвы нужны. Они удешевлеют дороги. И кормят тем, кто по них ездит, да? Да, и те, кто рядом живет. Абсолютно. То есть понятно теперь, да, почему именно столько уделяется вопросу и озеленению, и новой почвы. Уже виноградник. Уже там где-то виноград должен быть. Хотя мы посадили только весной. Я слышал, что есть идея даже и свое скай-вино делать, да? Конечно, скай-вино. Видите, у нас даже, друзья, будет свое вино. И чем не заплатим в Белоруссии, где морозы, где зима бывает, да? Да. Это районированный сад. Так, где наши коллеги? Они что-то сами по себе. Ну как? Из нашего онлайн-издания. Как у вас? Да, хорошо. Вот, видите, а мы сейчас просто тоже, я сейчас что хожу, осваиваю новую профессию. Видите, у нас в Перископе идет прямая трансляция. Поэтому... Привет, вот видите. Не забывайте, что посадили в этом году. Да, друзья. О, посмотрите. Вот он, виноград. Вот, смотрите. Это посадили в этом году. И это, друзья, не забывайте, что это Белоруссия. Видите? Тем не менее, и виноград растет. Видите? Так что в Скайвее растет все. Яблоки, видите, какие, так сказать. Вон. И это все, друзья, это мы все... Год назад здесь был полигон танковый. Вы помните, расчищали здесь в прошлом году. Закладывали первый камень, первый километр. Все было первое. А сейчас уже первый урожай. Уже более приятные вещи. И чем вкусно. Да, Антон Леонидович. Это очень... Блезно и здорово от пищи. Вот это еда, которую надоедать. Вот, так что... А это мы не выбросим потом, а переработаем бонус. Вот это все. И кустами, которые были здесь, и трава, и пени, они там складированы за участками, тоже будет привлечено всю эту почву в бонус. То есть у нас нет входа, которые загрязнят окружающую среду. Да, переработаем. Пять лет урожай снимаем. Вот, так что... В октябре сужим. Да, в октябре. Демонстрационный участок Skyway. Так что... Видите, я переодещу. Во, а это вот, смотрите, у кого... Какое яблоня прям у кого-то. А она как раз неименная, да? Да. Смотрите, сколько яблок. Прям. Ну, это более может наделать, наверное. Более сильнее. Да, более сильнее. Там кто-то меня просил, говорит, в соседнем ряду, с моей яблоней, в первом ряду, кто-то показать яблоню. Друзья, кто-то еще скиньте в чат, кто просил показать яблонючую во втором ряду, которая была. Вот, Алексей Наумович, вон, наш акционер. О, Арманд. Муренис и Ольга Шентина, это их яблони. То есть все... Ольга яблоко прямо на этом. Да, прям яблоко у Ольги с Армандом прямо на этом. Видите? Арманд, Ольга, Шентина. Вот ваше. Это могу прям четко в прямом эфире показать, что яблоко растет, все растет, яблок много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть яблок у Орманды. Комиссаров. Видите, все уже, друзья, это люди. Вот Люба Хлебникова, видите, ее дерево. Вот. Это наш активный акционер из Кемеровской области. Одна из первых, которая поверила, пришла в проект, видите, приезжала садить дерево. Вот, так что... Сказательно, тут мы, видите, посмотрели. Это тоже какой-то интересный результат работы. Такой, что мы, когда сюда приехал мэр Марьиной Горки, увидел, что из действительно заброшенного полигона, где рвы, где-то здесь реально превращается сад, идет работа, приезжают официальные делегации, просто все облагораживается, работаются, и думают, они говорят, мы думали, что вы тут что-то там с точки зрения науки там поставите один стенд, и это и на этом все закончится. А работа идет, видите, настолько серьезная, настолько масштабная. Вот. И здесь, конечно, в сентябре, в октябре, когда начнутся уже демонстрации, там анкерные опоры и подвижной, и, собственно, сама путевая структура будет монтироваться очень быстро. Это долго идет подготовительная работа, ее изготовление, все, а монтаж сам будет происходить. Это тоже очень серьезный такой показатель именно с точки зрения скорости работ. Вот. Поэтому все, я это самое, видишь, яблоко, то есть я его еще пока не ел, буду обратно ехать. Это яблоко с моего дерева. Так что там два было дерева, одно. Леша Суходуеву оставил. Ты заработал честно? Да, да, это дерево, которое я сам посадил в эко-технопарк. И сейчас, честно, с него получил урожай. Поэтому, друзья, могу сказать, что первые дивиденды от эко-технопарка я уже получил в виде яблока, которое посадил на... Как погода в Марьиной Горке? Друзья, погода 35 градусов стоит, жара. Вот. Поэтому, конечно, мы тут все ходим. Ну, не сказать, что тяжело. На природе-то, в общем-то, так легко. То есть вот еще вам включу сейчас идет стройка здесь. Видите, так сказать, строительная техника. Заливается бетон. Все делается. Вот опора. Мы под этой опорой фотографировались с одними очень крупными инвесторами. Вот. Ну, опять же, там, потенциально крупными. Пока они все... Пока, друзья, еще все эти крупные, они пока только присматриваются. Они пока еще вводят жалом. Им еще не до конца все понятно. И все, как бы... Это, то есть, пока мы с вами, друзья, не создадим всю доказательную базу, так они и будут все ходить, смотреть. А все-таки важную, самую важную работу делаем мы с вами. Видите, идет заливка фундамента. Вот. Мы что, поедем на тонкерную опору, да? Продолжение следует... Сейчас, иконную подушку под фундаментом. Ага. Мы просто залезем в одном открытии. Давай. Обязательно. Сиди, иди, иди. Так, тут видите, между опорами, сейчас покажем. Да, между опорами 50 метров. Вот, поэтому вот расстояние. Вот, сейчас все готовится уже к монтажу путевой структуры. Вот, и где-то в течение месяца начнет монтироваться уже путевая структура. Вот, она изготавливается сначала в цехах, то есть в цехах, кто задает вопрос, почему здесь ничего не видно. Нет, и она как раз, по принципу, она вся монтируется, делается в цехах, в закрытом помещении по специальной технологии. Вот, а монтаж здесь уже будет только в поле, и это будет очень быстро. Поэтому изготовление самой путевой структуры мы показывать сейчас еще не можем. Так, ну что, сюда? Нет, да. Это у нас огромник, это он в сады делает. Да, да, да. Да, да. Можете показать его. Так, сейчас, Момка. Друзья, вот, это человек, который отвечает за сад, может показать в прямом эфире, да, так сказать. Это тот, кто отвечает и ухаживает за всеми нашими деревьями, благодаря кому появляются вот такие замечательные яблоки. Вот, так что, видите, за каждый участок есть свой человек, который отвечает. Сюда едем, да? Антон Иванович, вы назад? Или вы вперед тогда, я с той стороны, ага. Так, мы едем дальше на вторую анкерную опору. Туда дальше. Так что, ну как впечатление? Масштабная стройка, не ожидал даже такого увидеть. Вот, то есть, вот это наши коллеги. Ну, еще раз напоминаю. Два года назад мы были действенным сотрудником компании, и мы не знали, вот, просто на как деле это будет, и инвестиции получили. Поэтому мы быстро развиваемся с инвестиционной точки зрения, да, с технологической точки зрения. Маск этого не сделал. Петролуп, хотя они не такие деньги получили и собрали. И им, по сути, помогает государство, но государство не помогает. То есть, нас много сейчас обвиняют и показывают, что мы занимаемся популизмом, что выдаем желаемое за действительность, пирамиды, что мы даже… Обманут людей, а эти… Злокотрон разводят. Строить не у вас… И самое главное, что фотографии, даже где мы показываем полигон, что это все фотошоп, что этого реально не существует. Вот в прямом эфире можно сказать, что это подделка, это можно подделать, или это реальная работа с учетом проектирования в КБ, проектирования здесь. То есть, производит это впечатление очковтирательства, или то, что пытаемся выдать желаемое за действительность. Ну нет, смотрится очень солидно. Что за смешные деньги? Да, да. И такие деньги… Это явно не декорация. Ничего подобного не делаем. Вот. А с учетом, что сегодня были в цеху, где уже идет производство, то есть, это как раз транслировать было нельзя, поэтому это закрытая информация. Не, но сейчас показали. Но… Да, часть показали, но основная часть то, что готовится. Вот поэтому видно уже производство и все. То есть, а это же реально производство новых машин. Вот. То есть, это тоже… Вот. А вот, друзья, сейчас я покажу… Вам это, видите, идет… Это уже наши любимые юнибайки. Вот то, что трасса уже готова. Вот она идет с стороны. Вот. Но как… Как… Как Анатолий Эдуарович уже… Ага, давай… Сейчас… Вот. Ну как… Анатолий Эдуарович уже сказал сегодня, что это не чистая трасса юнибайка, а это уже городская полноценная система на десять тысяч пассажиров в сутки. Правильно, Анатолий Эдуарович? До десяти в час. До… А, извините, друзья, я опять… До десяти тысяч в час. А это, получается, до ста двадцати тысяч в сутки – это полноценная городская система. Двадцать часов она будет работать. Двадцать часов – это двести тысяч человек. Это производитель с метро. Сколько в Москве станций? Триста где-то? Да, триста, да. Триста. В сутки где-то шесть-восемь миллионов человек привозят. Значит, станция проспускает двести тысяч. Двести… То есть, это вот как раз пропускная способность… Да, метро на самом деле. Друзья, вот сейчас Анатолий Эдуарович меня в цифрах поправил, что вот такая одна ветка… Это, в принципе, полноценное метро, которое по пропускной способности работает так, как метро. Но вы представляете, ветки, как это работает, насколько это сложные сооружения, и вот они, наши опоры, вы видите. Мой пункт – все дешевые. Да. И такой же подвизной сустав. Так, друзья, тут очень много вопросов от новичков идет, кто как. Я, конечно, сейчас во время такого прямого репортажа не могу комментировать каждому это, вот, поэтому у меня просьба еще для тех, кто в нашем… Ну, из нашего круга уже… Вы сразу новичкам скидывайте информацию, скидывайте вопросы… Вот. Ну, тут не показательно. Сейчас в прямом вот где-то четыреста человек, но здесь же вопрос, в общем, уже где-то за две тысячи человек в репортаже. Так что, Антон Ильич, это очень как бы… А вот сейчас в прямом входе триста девяносто. Ну, это как на вебинаре. Ну, сейчас я вам потом покажу статистику. Тут самое важное, сколько потом идет просмотров после, потому что включается… Здесь вот мой медонос посадили для пчел специально. Вот, видите, здесь… А вот анкерная опора… Да, вот анкерная опора для юнибайка стоит небольшая… Это фундамент. Фундамент, да. Вот. Это, видите, тут медонос для пчел. А кругом вот дальше, наперед лесом, я потом что-то чуть покажу, здесь все кругом это интеллектуальное ограждение, которое вот сделано по струнной технологии. То есть это вот свой уже забор. Да, около трех километров. Около трех километров забора, да. Если мы традиционные ограждения, такой же вот как бы… Ну, такого качества и защищенности, это бы миллион долларов стоило. Так, вот мы приехали на вторую анкерную опору, которая… Кровать, которая строится сейчас… Я был когда… Анатолий, там только заливали фундамент внизу, когда я был в июне, да? То есть, так сказать, это… Я ее еще не видел. То есть это, друзья, для меня тоже новая вещь. Видишь, я был здесь в июне. Вот. И… Вот этой опоры еще не было. Здесь только-только заливали фундамент внизу. Вот. Так что… Ага, да, Игорь, смотри, видишь? Сейчас, сейчас… Ну, тут цифры, видел? Сейчас потом посмотрим, сколько статистик… Ну, у меня один раз прервалась трансляция, поэтому придется два смотреть куска. А-а-а. Вот, поэтому… А потом будет продолжение дальше, да? Да, 15 километров. Да, 15 километров. Во время строительства, эта опора крайняя, она должна быть прочитана на глубокую пустую систему. Когда мы определим, эта опора выключается из работы. Потому что усилие туда, усилие сюда, будет и туда. Но в случае обрыва, теракта, самолет упал. Хотя, самолет не разрубит. Даже самолет, если он упадет, он не разрушен. И напору может нести. Но если кто-то разрушит, чтобы разрушить не подходить дальше, нужно напор, который перекладывает. Разрушение. Это для высотных зданий влажное, для небосковых. Чтобы не было как-то в Нью-Йорке, когда эти, в бизнесе, в баре брасне. Так называемое прогрессирующее обрешение. Когда падает счетар, заушает нижний, надо ду-ду-ду-ду-ду и все сложилось. Здесь не должно быть. Я знаю, какая проблема есть у тех, кто в узковой средине. В этом году, в начале, в большинстве, в большинстве. Там рыбы, в большинстве. Там рыбы. Ну, и нас, чтобы оборвать, надо шутник любви. То есть не смыть, там, не много птички поснимать. Не тратит. В поле. Там, где-то там, в центре. Там, где-то там, на улице. Домой вот он, там, даже сюда достанет, вот так и золотой. У нас технология 19-го лета. То есть по соседству технологии 19-го века и 21-го века. Это как раз современная тема, потому что нам дали эту землю под рекреационную зону. Каждая рекреация, посмотрите, сюда-то стыдно. Потому что розовый ветрок сюда, и с этим глотом ХДПС будем его перенести. Либо заменили технологию на более современную. Все это в записи останется. Будем с вами смотреть, как это все будет выглядеть через месяц. Надо понимать, что это один из вариантов. Это не множество, как говорят, что все опоры должны быть такие. Что как-то так, он должен поскакивать на скорости, и там будет организмский удар или что-то еще. Это один из вариантов, когда он проскакивает. Другие варианты будут, когда он будет останавливаться. Но тогда несколько по-другому будет. Есть варианты, когда конструкция стальная, она вообще будет ажурная, подуваться в воздухе. Это просто один из вариантов. Железбетонный промежуточный анкерный опор. Не в мизирной ценой, потому что ценовой фактор, это самый главный фактор. В любом строительном объекте. Зачем дороги нужны, как сейчас монорельсовые, раскрасные железнодорожные эстакады, где цена от 100 миллионов долларов за километр. А у нас эта анкерная опора где-то меньше 200 тысяч долларов будет стоить. Готовая. Она будет на трассе, здесь она через километр стоит, а на трассе будет через 5 километров. То есть, на один километр придется всего лишь 40-50 тысяч долларов. Говорят, она же безумно дорогая. Это же все будет миллионы долларов стоить. Да нет. Это не так. Это ошибочно мнение. Кстати, на километр дороги превышенные опоры по стоимости больше тянут, чем они. Так действительно много получается, да? Да. Они больше тянут. Поэтому тоже мы их оптимизируем. И поэтому, сделав железнодорожные опоры вот такой простой конструкции, я тоже сэкономил где-то на опорах 100 тысяч долларов. Там 100 тысяч долларов сэкономили, здесь 100 тысяч долларов, здесь 100 тысяч долларов, даже 200. Понимаете? В результате мы делаем очень недорогую дорогу, при этом функционал ее не ухудшается. Она не становится более опасной или не такой прочной, жесткой, долговечной. Нет. Она такая же долговечная, такая же прочная, такая же жесткая дорога, да? Такая же экологически чистая, но более дешевая. И мы находим эти решения постоянно. Анатолий Иванович, смотрите, вот сейчас вопросов много идет, которые задают, особенно те, кто были. Они говорят, почему мы не видим монтаж путевой структуры, что почему вот все как стоите, типа что вы не натянете. Я пытался объяснить, что... Фидес не бывает. Фидес не бывает. Что работы идут в цехах, так сказать, да. Девять девушек беременных не родят ребенка за один месяц. Надо 9 месяцев ждать. Так вот, одна из причин, основная причина, это недофинансирование. Для того, чтобы монтировать путевую структуру, надо было металл заказать еще в декабре прошлого года. У нас не было денег заказать металл. Да, мы же с колес работаем. С колес работаем. То есть фактически реальные деньги появились только в мае. Только в мае мы смогли оплатить, потому что никто не будет выпускать продукцию без оплаты. При этом ряд профилей прокат, его на слайде нет. Его надо изготавливать. Ряд профилей тоже прокат, его нет и в сортаменте тех заводов, где мы покупаем. Поэтому надо делать оснастку, фактически прокатную станцию, чтобы прокатать. Но ты знаешь, что это безумно дорого? Нет. Эта оснастка будет наша. Мы ее оплачиваем, и она наша. И мы дальше можем уже тиражировать те решения по прокату, которые мы используем. Так на это все нужно время и деньги. И сейчас вот этот вопрос, а где сама сейчас вот путевая структура, она монтируется? Почему ее в поле нет? Потому что в поле она не монтируется. Да, она монтируется в цехах. Конечно, нет. Для того, чтобы смонтировать в поле, надо тоже вот здесь будет ферма, и надо сварить на стапеле в специальном цехе, которого у нас нет. Мы не можем купить цех. У нас нет миллионов долларов. Поэтому мы заказываем подрядчиков. У них цеха тоже приспособлена к другой продукции. Значит, они должны оснастку сделать другую. Они должны немножко что-то там переделать у себя, да? Им надо заплатить вперед, чтобы они начали работать. Они должны освоить эту продукцию. Но тоже время уходит. Поэтому мы делаем очень быстро. Никто в мире такие сложные объекты за такие смешные деньги, такие сжатые сроки не делал. Поэтому тролли, если они здесь есть, успокойтесь. Их здесь морят эксплуат. Успокойтесь. Идите в Гиперлу поспрашивайте, что они так долго делают, собрав почти 100 миллионов долларов. Куда они эти деньги потратили? Да. И студенты, кстати, проектируют там. Студенты. Представляете, такую сложную систему студенты проектируют. У нас профессионалы работают. И у них там сотни людей работают. И что они построили, у нас тут немного работают. Потому что нет смысла нагонять людей. Опять же, быстро нельзя бетон. Бетон можно залить за 1 сутки, но надо ждать до 28 суток, чтобы он схватился. Поэтому мы работаем по графику фактически, хотя идет дофинансирование примерно в 10 раз. Никаких сотен миллионов и десятка миллионов мы не собрали. Это тоже неправда. И то, что говорят, это говорят те, кто не знает на самом деле реалий. И надо говорить не сколько мы собрали, а сколько нам поступило на работу. Потому что Украинвестинг, снимая, это тоже как бы забирает на себя достаточно большие деньги. Дай Бог до нас до половины доходит. Поэтому, как говорят, собрали там 20 миллионов, до нас дошло 10 миллионов. Мы за эти 10 миллионов строим. Это тоже надо понимать. По графику финансирования мы должны сейчас и 10 миллионов в месяц. Это минимум. А мы только недавно на миллион вышли. На миллион собраны, а не инвестированы в работу. Ну, это как раз вот тоже вопрос по интенсивности, что надо повышать. И не только интенсивность здесь, но и работа. Что мы, в общем-то, антендарцы делаем? Да. И поэтому, да, мы и говорим, и показываем, чтобы понимали те проблемы, которые есть у нас. Они объективные. Никаких строек никогда не было без проблем. То дождь пошел, ямы залило, то мороз ударил. Ну, вот когда весной мы начали работать, вот здесь, весной, это был апрель, Поехал кран сюда и провалился по раму. И вот как можно работать, да, если он по раму провалился. Его два трактора вытаскивали. Поэтому есть вот дорога, которая будет потом дорожкой для тех, кто будет посещать. А сейчас она технологическая дорога. Мы вынуждены были ездить. Ага. Она тоже нужна. На нее тоже потратили деньги определенные. А там есть непредвиденная работа, не возникает в силу природных каких-то факторов или объективных факторов. Ну что, едем туда, дальше, в это самое. Все, друзья, сейчас я тогда еще... Все очень многие вопросы, ответы услышали из первых уст. Более, как говорится, прокомментировать и что-либо сделать. То есть, смотрите, вот я одно могу сказать, что вот эту работу, которая два месяца назад еще не было, сейчас идет. И самое главное, это идет параллельно с проектированием. Проектируется, сразу строится. Вот. И самое главное, чтобы понимали, что эти вещи абсолютно уникальны. То есть, их нигде невозможно ни взять, ни посмотреть. Потому что это все создается заново. Вот. А вот наши коллеги... Ну как? Интересно. Интересно. Написать уже есть о чем? Ну, надеемся, что написать и показать. То есть, видите, теперь в какие игрушки мы здесь играем и что, в общем-то... как здесь что делается. Так что, надеемся, что... И дальше будет у нас... Будете нашими коллегами, союзниками, партнерами и так далее. То есть... Первую статью про стул на транспорт мы написали еще в 2003 году. О! Как раз, по-моему, про вас. Это, по-моему, я так думаю. Ну, вернее, мы так думаем. И дало толчок определенный. Да. Касайте всей этой истории, да. Ну, отлично. Отлично. То есть, вы скайвейвцы со стажем уже такие. Ну, можно сказать, да. Да. Писал, кстати, не я так. Я не знаю, тут конкретно. Так. Ну, что? Поэта? Да. Анатолий Иванович, сюда, здесь же еду, да? Да. Ага. Все, давайте, сейчас мы туда... Что? Едем. Ну, как скажешь. Так. Мы все уже туда и на выход? Мы еще на том основном все. Ага. Все. Ведем заправку по другому человеку. Ага. Отлично. Ну, вот, друзья. Вот. Они, это, друзья, это журналисты очень популярные здания. Вот. Вот. Поэтому именно связаны с новыми технологиями. Здесь у нас еще ребята из интернет. Как у них называется этот интернет-портал? Онлайнер. А? Вроде онлайнер. 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 Онлайнер бай, да. То есть, это белорусское интернет-издание. Вот. Поэтому сейчас, как бы, несколько задач и целей, которые преследуются. Вот. Это посмотреть. Продемонстрировать. Вот. Ну, и, конечно, это такое информационное поле, которое надо все больше и больше сейчас наполнять именно вот такими живыми репортажами, живыми съемками. Вот. Поэтому, естественно, что мы это регулярно делаем для того, чтобы вы все это видели. Мы больше показываем, чем можно и меньше. Да. Вот видите, Анатолий Иванович тоже сейчас абсолютно правильно говорит. Это что мы, к сожалению, сейчас вынуждены показывать больше, чем надо для такого проекта инновационного на этой стадии. Но мы вынуждены идти на это, чтобы сказать, потому что вот тут доходит до смешного, когда читаешь в интернете комментарии о том, что фотографии с Мариной горки это все фотошоп, это все ерунда, что никакого строительства здесь не идет. Вот. Понимаете? Слышать это, когда находишься здесь. Скайвей это лохотрон, а юницкий жулик. Вот как Анатолий говорит. Скайвей лохотрон, а юницкий жулик. Поэтому, друзья, здесь мы это делаем, показываем. Единственное, что я прошу и с пониманием относиться, что когда я не снимал в цеху, где производятся юнибайки, которые готовятся к выставке юнибуса, это все-таки, друзья, уже ноу-хау, это коммерческая тайна и показывать очень многие вещи сейчас просто нельзя. Но давайте я вам свое сейчас скажу мнение, что это, друзья, изготавливается настолько мирового уровня действительно технические средства, что это не то, что не стыдно, это будет очень достойно показать на мировой выставке в Берлине. И я абсолютно вам могу точно заверить, что отзывы специалистов и комментарии специалистов будут на самом высоком уровне, потому что то, что мы делаем, друзья, это не будет. Анатолий Анатольевич говорит, да я бы сказал, не стыдно, Анатолий Анатольевич. Я думаю, что комментарии будут самые что ни на есть положительные. Я говорю о себе, я очень критично отношусь к тому, что я делаю. Я на Вас переключу камеру? Да, поэтому мне стыдно не будет. Я никого не обману, говоря, что мы делаем высочайшее качество продукции. Как и с индивидуальной точки зрения, то есть с точки зрения проявных технологий, нанотехнологий. Это касается машиностроения, строительной части и так далее. С точки зрения дизайна и с точки зрения качества выполнения работы. Там не будет каких-то плохих сварных швов, каких-то строчек неправильных, или даже на сиденье оно будет шито не схоже, там будет все красиво сделано. Боречник будет с хорошего дерева сделан, причем хорошего качества и так далее. Даже пол будет инновационный. Она тоже рассказывала нам, какой будет пол. Я вам тоже могу сказать, друзья, когда вы это все увидите, это конечно будет... Сейчас можно сказать только одно – пол будет инновационный. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот, так что... Но впечатление я вам могу сказать, друзья. Я Анатолий Доваровича знаю уже сколько? Даже больше 15 лет, да, Анатолий Доварович? Я могу сказать, что... 17. 17, да. И Анатолий Доварович не перестает удивлять. Вот. Две недели назад, когда он выдал новую концепцию... Анатолий Доварович, можно, наверное, сейчас уже озвучить, что сейчас уже рождается концепция пятого поколения технологий? Она была. Она была, просто сегодня она... Да, сейчас Анатолий Доварович уже стал озвучивать и... И много-много лет. Некие контуры... Друзья, сейчас вот то, что мы создаем и строится в Экотехнопарке, это четвертого поколения технологий. Это то, что спроектировано уже годы назад. Сейчас это реализуется. А сейчас Анатолий Доварович обозначил ряд позиций уже технологий пятого, соответственно, этапа развития. Это уже пятая ступень. Пятое поколение. Это пятое поколение, да. И, друзья, я просто сейчас могу сказать, что если я вам сейчас просто начну это рассказывать, вы просто не поймете, о чем речь. Вот, поэтому давайте все степ-бай-степ. Слона надо есть по частям. Вот, соответственно, мы закончим в этом году, продемонстрируем элементы технологии четвертого поколения. На них есть уже заказы, на них есть, соответственно, инвесторы, которые ждут демонстрации и ждут того, чтобы это было показано и продемонстрировано. Тогда мы начнем это. И уже начнется внедрение и разработка уже пятого поколения, которое просто будет выводить на новый уровень технологий. Но это, друзья, можно сравнить с тем, что бы стоил первый айфон, который Джовс показал в 2007 году. Вот. Айфон ценен только тем, что каждые полгода появляется новая модель с новыми качествами, новыми функциями, новыми возможностями. И таким образом есть лидерство на рынке. Точно так же SkyWay и группа компаний SkyWay входят на рынок именно как лидер, потому что мы первые. И для того, чтобы эти лидирующие позиции занять раз и навсегда. Анатолий Ильич, я правильно понимаю цели и стратегии? Примерно так, но на этой айфоне это игрушка маленькая. Там иногда, наверное, полгода. А дети, когда 5-10 лет будут новые поколения. Новое поколение, да. 5-10 лет. Чаще нельзя, это неправильно. Да, потому что транспортная отрасль, она, во-первых, очень инерционная. И капиталоемкая, и материалоемкая. Да, то есть это огромные инвестиции в производство, в создание и в работу. Так, друзья, это мы опять приехали уже к нашей анкерной опоре. Основной, которая следует. Не то, что для новичков, а просто чтобы вы понимали, когда цифра звучит, что вот эта перевалочная станция, которая делается, она делает транзит 60 миллионов пассажиров в год. Но если не будет, то она способна. Способна сделать. То есть это ее возможности, друзья. 60 миллионов пассажиров. Это возможности дубайского аэропорта. А представьте, что весь дубайский аэропорт, который находится на 100 квадратных километрах, ну, точнее, на десятках квадратных километров, вот, он имеет возможность вот такая небольшая станция. Это, конечно, не для специалиста цифры ни о чем, но для тех, кто понимает, для тех, кто... Это самое, когда Анатолий Арш сделал презентацию в Минтрансе, и прозвучала фраза... Вот сейчас Виктор Бабурин... Я сейчас комментировал цифру, которую Анатолий сказал, что вот танкерная опора, совмещенная с танцей пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год. Дубайский аэропорт. Вот, Виктор, он был свидетелем, когда это было цифры, пронесенные на экспертном совете в Минтрансе. Вот можно сказать, как на это специалисты отреагировали? Как? Если мы получили заключение, то, значит, они положить мотайдеры. Ну, первое, наверное, что этого не может быть. Да, если честно, мы обсуждали больше путевую структуру. Я не сказал, что мы там часто обсуждали именно пересадку. Пересадка, она не инновационная. Странный транспорт, он инновационный не из-за того, что здесь станции какие-то, большие пересадки. Странный транспорт, он инновационный из-за своей путевой структуры. Станция, это просто, ну, другая логика, позволяет быстро осуществлять пересадку. Здесь ничего нет такого сложного и никакого здесь... Как это говорят американцы, rocket science, да, никакой ракетных технологий здесь нет. Просто здесь, чтобы спуститься с одного на другой, нужно просто, ну, как бы, этаж пройти. Поэтому и такие объемы позволяют. Здесь никаких инноваций нет. Мы на Минтрансе не обсуждали вопрос, связанный, сложно ли пересаживаться, или несложно спускаясь по лестнице. Мы обсуждали другие вещи. А что, один этаж, это тяжело все пройти? Ну, я про это и говорю, что здесь инновационного ничего нет. Просто путевая структура инновационная позволяет. Нет, логистика. Почему? Чтобы в метро переселся с одной ветки на другой, надо ему в метро и стоить. Искуски, эскала, какие-то переходы, да. Попали в ней, я раз пробку перебрал, в низкие пробки. Там стоишь зажатый, не знаешь, куда денешься, или? А здесь приехал, вышел. Сколько там 10 человек? И здесь человек переселил на другую. И ехали по другой трассе. Что-то сложно. Ну да. Вопросы дают те, кто вообще не понимает этот транспорт, вообще не понимает экологически, вообще не понимает, какие проблемы существуют в транспорте, как их надо решать и так далее. И это, на самом деле, то, что мы вот рассказываем, это, наверное, популярные вещи. Это то, что делал Перельман когда-то, когда рассказывал о ракетах, в том числе и от Солковского. То есть я еще выполняю функции популяризатора, хотя это как бы не мои функции, на самом деле. Этим должны заниматься другие. Королёв не рассказывал о ракетах. Он был вообще закрыт, никто не знал вообще, кто там эти ракеты делает. А о ракетах рассказывали другие, журналисты и так далее. Но поскольку у нас правильный вестинг, то надо знать вообще-то, кто это проектирует и делает. Надо знать его в лицо. И надо понимать его адекватно. Денис, ты не лезь в бетон, ты чего? Оставь туфлю там. Чей туфля? Моя туфля. Денис, распишись там. Здесь был Денис Юницкий. Да, Денис Юницкий. Фотографирует, да. Залез в бетон и чуть не застрял. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Я помню как это... Ну, наш дом в Гомере был недалеко от садика. Там не надо было дорогу переходить. И он уже в старшей группе ходил пешком в садик сам. Угу. Потому что мы работали уже. И однажды он пошел в садик. И через несколько минут слышал рев под дверью. Открываю. Стоит Денис босиком в грязи. И один сапог полный грязи держит вот так. Короче, он решил, как и сейчас, пойти на плавик. Залез в лужу. И сапожки остались там. Один вытащил и взял. Примозном. Ха-ха-ха. Вот видите, тут как раз очередной грузовик. С бетоном. Вот. Да. Грузовик новый. Видите? Новый. Честный. 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 Да. Вот. Ну, Анатолиаш, видите, осваиваем новую профессию. Осваиваем новую профессию. Сейчас посмотрим статистику, как это все будет. Вот. Я тоже осваиваю. Да. Так что, Анатолиаш, видите. Хотя, мне это, честно говоря, не очень нравится. Ну, что делать? Такие, понимаете, для того, чтобы работать, делать краудинвестинг, надо доводить информацию, надо показывать, надо постоянно быть на виду. поэтому, Анатолиаш, инвесторы хотят… Анатолиаш и любят тишину. Это не совсем правильно. Ну… Так и деньги. Так, вот еще один приехал, едет. Так, вот представьте… Могли бы покупать раньше, на какой-то билет. Вот представьте, что банки… пришли миллиард ему в банк и он взял в мешок прозрачный, насыпал и ходит по улице. Он мне говорит, видите, у меня миллиард, видите, у меня миллиард. Как вы думаете, он долго будет ходить? Так мы это же делаем. Ничего смешного в этом нет. Да, 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 да. Сборуйте у нас. Японцы, французы, китайцы, американцы. Вот мы так делаем. Украдут. И могут опередить. Поэтому… Вам интересно, конечно, но не всегда это невопытство нужно удовлетворять. И не во всем объеме, так сказать. Да, да, да. Поэтому мы тоже, как бы, не все показываем. В Черном мы слишком много показываем и слишком много говорим. И я в том числе. Это, я считаю, не специально. Ну, конкулятор, к сожалению, пока такие правила игры и мы вынуждены, так сказать. И поэтому мы всегда говорим, как только придут инвесторы и будет другой принцип финансирования, информация будет идти совсем другой объем. Да, информация будет закрыта. Да, то есть это тоже, друзья, сегодня вот такая роскошь, все это видеть в прямом эфире, вот так вот все это смотреть. Потому что это… Мы как раз с одной стороны и отчет перед инвесторами о том, что делается, как делается и за чей счет это делается. Как говорила бабушка Сергея Анатольевича, дай Бог нам дожить до этих пор. Да, обязательно доживем. Обязательно доживем. Если мы дожили уже до этих пор, то доживем и до… Ну что, все, тогда грузимся? Ну все, друзья, давайте тогда на сегодня, наверное, я думаю, что был очень такой насыщенный день. Вот. То есть и с офиса. Вот. То есть мы специально… Алексей попросил меня в Садове, я попросил Анатоле Дуаровича. Мы не просто так, друзья, записали все эти репортажи, потому что они все остаются в банке, в хранилище, в наших чатах. Вот. Их всегда можно посмотреть. Поэтому мы будем давать ссылки, то есть когда говорят, а есть ли офис, есть ли все. Все, друзья, мы сейчас сегодня все показали. И есть офис, и есть завод, и есть полигон, и все строится, все делается, и комментарии Юницкого, и по технологии. Это, друзья, как раз день сегодня, который показывает вот именно такую работу. И мы подключили вот сейчас еще перископсы, это в прямом эфире, вот, чтобы тоже это показать, что это все не съемки, не показной, нет, а это все именно рабочие моменты. То есть мы… Сегодня приехали еще наши коллеги, вот. С утра мы еще встречались там с одними инвесторами, но пока не нашли никаких общих языков, потому что требования у них сразу изначально были настолько… Тут жара, просто, друзья, вы не представляете, как… Самые требования были такие настолько неприемлемые, что Анатолий Владимирович сказал, что пока мы переговоры с такого рода инвесторами вести не будем, так что пока у нас… Вот, хотя это вот этот по поводу «Волжит», который я вчера анонсировал, который придет, но пока это не наши партнеры, не наши клиенты. Мы пока с такого рода подходами людей взаимодействовать не будем. У нас есть достойные партнеры, есть действительно очень серьезные инвесторы, с которыми мы ведем, но это все работа, друзья. Вот, видите, еще один миксер подъехал, так сказать, это, видите, тут работа идет просто исходя из логики. Вот, то есть… Так что, друзья, цель и задача, которую сегодня мы ставили, это оставить информацию, чтобы ей можно было пользоваться, на нее можно было ссылаться. Вот, ну и дальше, смотрите, мы еще дадим завтра, я дам анонсы вебинаров, вот, где будем тоже освещать, комментировать работу, и теперь мы еще и все вебинары будем… Не-не-не, я поеду на микроавтобусе, ага. Ты все уже, так сказать, Виктор, ты… А, давай. Да, я просто комментарий, там-то я не мог комментировать, потому что снимал, как бы делал то, что… Анатолий Владимирович говорил, это важно было впрямую показать, вот, а сейчас уже вот мы все сели, поехали, вот, то есть, видите, вот мы выехали… С нашей… Вот это было вот это вот ограждение, да? А я снял, да, я его снял, сюда показал. Вот, так что это… Ну все, друзья, давайте теперь дальше уже будем в рабочем режиме. Завтра я с утра дам анонс по нашим вебинарам, то есть, у нас обязательно вебинары… Завтра будет в 12 и в 13 часов дневное время для Сибири и Дальнего Востока, ну, и для тех, кто смотрит дневные вебинары. В 19 и в 20 вечером. Первый вебинар у нас идет в 12 часов, это для новичков, где мы рассказываем вообще, что такое Skyway, где мы показываем основные элементы, технологии, ее преимущества, принцип развития компании. А уже в расширенной, которая идет в 13 часов, это в основном для тех, кто уже хочет больше получить информацию и быть в курсе последних событий Skyway. Точно такая же логика в 19 часов, это для новичков, и в 20 часов расширенной. Ведем мы их вдвоем с Алексеем Суходоевым, молодой талантливый парень из Челябинска. Вот, я очень рад, что мы вместе ведем. Иногда к нам сейчас подсоединяется на вебинарах еще один Виктор Бабурин, еще один молодой, талантливый, который, да, так сказать. Я думаю, что мы завтра тоже его попросим прокомментировать. Если я буду из офиса вести Skyway в Минске вебинар, то попросим, может быть, даже обещать не буду, но может быть даже и Анатолий Дуарович, чтобы он тоже какие-то вещи прокомментировал, используя все-таки возможность, чтобы... Виктор Бабурин говорит, что я думаю, что многие вещи, тем более, что очень многие понятия, которые он просит меня освещать на вебинарах, это тоже очень важно. Я, Виктор, почему делаю комментарии сейчас? Потому что много новичков, они не знают, о чем. Я просто делаю анонс на... Именно, да. Поэтому, друзья, кто первый раз пришел, приходите на вебинары, смотрите, вы получите очень много информации. Это единственное, в чем я могу... Так, а когда будет в прямом эфире? Друзья, те, кто в Перископе и кто подсоединился через Перископ, вы все вебинары будете видеть в Перископе. Я параллельно буду вести и в нашей веб-комнате, это у нас идет Мирополис. Вот, ссылки есть, кто зарегистрировался. А для остальных мы будем вести также в Перископе, вы также увидите эти вебинары. То есть мы будем вести параллельную трансляцию и в Мирополисе, и в Перископе. То есть Перископ — это теперь наша будет такая вторая параллельная система. Вот, поэтому еще что могу сказать, что в профиле вы можете зайти на ресурс и зарегистрироваться в кабинете в личном, чтобы получать уже всю информацию, рассылки. Дальше вы можете получить подарочные акции, которые у нас идут сегодня как от компании для тех, кто только зарегистрировался. Но это, друзья, как раз уже вся работа для вебинаров. Это приглашаю всех к дальнейшей работе, к дальнейшему сотрудничеству. Так что, друзья, до новой встречи. Уже никуда не едем. Смотрите этот репортаж сначала в записи. То есть можно прямо сейчас в Перископ зайти, он будет в записи. Вот, и смотрите, чем и как мы здесь занимаемся. Соответственно, как у нас сегодня традиционно говорится, строй SkyWay, спасай планету. Всего доброго. Так. И не отключается телескоп. Всё. Так что у меня получилось как, да? Там... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok